Актуальность тема В замечательном городе Москве, в котором мы сейчас находимся Живет миллионов 10, а когда и 15 В Питере еще столько же И это все еще что-то типа 12-15% населения страны Поэтому, как вы прекрасно все знаете, наверняка Раз вы сюда пришли, Москва и Питер Это не города в настоящем смысле этого слова Это все-таки регионы, которые живут именно В значительной большей степени как субъекты федерации А не как города, не как муниципалитеты Не как субъекты отношений местного самоуправления А вся остальная страна, ее подавляющее большинство Оставшиеся 87-85% населения живут в настоящих муниципалитетах Которые живут в 121-м закону В которых есть свои определенные правила, особенности, специфики И, мне кажется, что довольно интересно эту специфику понимать Из этих 85% населения большинство живет не просто в городах, а в крупных городах В городах с населением больше 300-300 тысяч человек Ну и в каких-то агломерациях и конрубациях вокруг них Это то, где в основном у нас страна живет Это города и Леоники, плюс столицы регионов, плюс какие-то города-спутники вокруг Вот о том, что не хватает в системе местного управления В большей степени И о том, что можно было бы с этим сделать в меньшей степени Потому что идеями не так много на отсчет Большая инстантация фактов Я хотел бы сегодня вечером поговорить Ну, теперь пару слов о себе Почему я считаю для себя возможным об этом говорить Меня зовут Леонид Волков, это было написано в афише И совсем краткая биография, чтобы все были, так сказать, на одном уровне Хотя, наверное, там кто-то больше знает, кто-то меньше знает Мне уже неделю как 32 года Я всю жизнь прожил в городе Екатеринбурге Ну, сначала в Свердловске, тем не менее, был тот же самый год В этом городе я последние 15 лет профессионально работаю в сфере информационной технологии И, ну, был, в общем, таким обычным каким-то более или менее айтишником Ну, вот, поскольку политика у меня была интересна То в какой-то момент я стал ходить наблюдателем на выборы Года с 2007-го, как говорят в этих ваших интернетах Задолго до того, как это стало модным И с 2009-го года, вот уже почти 4 года, я муниципальный депутат А в Екатеринбурге, опять же, пошел на выборы Стал муниципальным депутатом Тоже задолго до того, как это стало модным Стало, вот, произошло это, ну, по той причине, что Ну, то есть я долго-долго ходил на выборы И каждый раз был в ситуации Пошел и не угадал ни одной буквы То есть первые выборы в моей жизни, на которых победил кандидат За которого я голосовал, это были выборы меня И до этого как-то не получилось Из этого следует, в частности Если кто-то заметил, что я избран по собственному округу В котором я сам шел Иначе я не мог за себя проголосовать То есть, действительно, вот, моя идея была познакомиться Там, с работой в местном направлении Ну, на самом базовом уровне Вот, вот, как человек может через эти институты И может ли, ну, воздействовать на окружающее пространство Вокруг себя А есть возможность какую-нибудь горячую или любой воды добыть? А то у меня не хватит волос Прекрасительный горячий Вот, значит Когда я баллотировался в городскую думу Екатеринбурга В 2002 году у меня с самого начала было убеждение Я вообще не очень сильно долгосрочное планирование Но в этот раз угадал Что ничего особенного в плане каких-то глобальных изменений В моей работе не получится То есть, я понимал, что я буду только одним депутатом из 35 31 депутат у нас представляет депутатскую группу «Единая Россия» И я также понимал, что зато удастся очень хорошо разобраться с тем, как все работает И накопить какой-то полезный для будущего поколения опыт Так и вышло И это, наверное, стоит считать хорошим результатом Потому что, ну, разобраться действительно очень сильно удалось То есть, у меня было исходное такое устремление Что я хочу сделать такой хороший, ну, кейс-стайд Реально, как бы, понять, что к чему Чтобы потом по какой-то проторенной дорожке уже прошло существенно больше людей В том же Екатеринбурге или в других городах Вот поэтому мне и там Очень понравилось, когда Максим мне предложил А я вообще-то, честно говоря, это я предложил Максиму Ладно, аж не буду кокетничать Когда я предложил Максиму, что не выступить для меня у тебя Именно потому что вот из своих четырех лет полномочий Я три с половиной года уже как раз на галерах работал И вот настало время как раз, спасибо, этот опыт суммировать и им отделиться Ну, итак, теперь, значит, это был мой бэкграунд И почему я об этом рассказываю Теперь о чем пойдет речь Я хочу у нас в времени не так много рассказать Просто какие-то очень базовые вещи Про то, как устроено местное самоуправление в России Вот в основной России, да, за пределами городов-субъектов И какие у него есть проблемы и почему они возникают Там, в общем-то, все вполне имеет свои основания, причины и следствия Местное самоуправление – это очень базовая, простая идея Люди должны собираться вокруг себя и уметь решать локальные проблемы Местное самоуправление базируется на гипотезе о том, что, наверное, Люди в меньшей степени готовы решать какие-то глобальные проблемы Ну, для этого нужны какие-то специальные эксперты, какие-то специальные институты Какие-то сложные механизмы согласования интересов Ну, уж вокруг себя-то там, в своем дворе, микрорайоне, ну, вроде как, они могут навести порядок Вот эта идея красной нитью проходит через основополагающий документ, который на самом деле Всем надо читать? Я его не читал, если честно Он называется «Европейская хартия о местном самоуправлении» Только по диагонали просматривал Там, собственно говоря, подробно написано, что такое уровень местного самоуправления Почему он не должен никак пересекаться с государственной властью И почему местное самоуправление и государственная власть, представленная как государственными, так и региональными органами власти Не имеют никакого отношения к местному самоуправлению Вот есть такая очень четкая концепция То есть сверху вниз прорастает государственная власть, там в федеративном государстве уровень федерации, уровень субъектов федерации, в унитарном государстве, которым является Россия, по факту это то же самое, только первое и второе их назначают и как воздействуют. Плюс еще в территориальных образованиях есть еще какие-то подразделения федеральных органов власти, как у нас сейчас, а навстречу, снизу вверх растет местное самоуправление, которое вот, так сказать, охватывает собой все остальные уровни, какие-то районы, микрорайоны, поселения, подгорода. Во многих странах уровней местного самоуправления два, в России теоретически тоже может быть два, но почти везде это один уровень, во всех российских городах. На самом деле там, по большому счету, никто не мешает в городе, типа Екатеринбурге, избирать какие-то районные советы депутатов и все тоже устроить несколько уровней местного самоуправления, но реально этого не происходит. Россия Европейскую картию местного самоуправления подписала, то есть мы считаем, что у нас тоже так должно быть. На практике, как обычно, получается немножко по-другому. Как получается на практике? Есть основополагающий документ, вот его я читал, он называется 131-й закон, федеральный закон о местном самоуправлении. Там очень подробно изложено, какие решения, каких вопросов на этот самый уровень местного самоуправления отдается. Этих вопросов 28, они конкретно поименованы, это вопросы такие, там, вот, не знаю, вывоза мусора до общественного транспорта, от спортивных площадок до дошкольного образования. Иногда этот перечень меняется и почти всегда в сторону урезания, не так давно из него пропало, например, здравоохранение, но в целом более или менее он остается стабильным и вполне соответствует здравому смыслу. То есть, в общем-то, если так вот на вскидку посмотреть, вот, если там человека на улице спросить его на уровне его здравого смысла, задать ему вопрос, какие примерно вопросы должны решаться на уровне городского особо, что он, наверное, примерно эти самые пункты накидает. То есть тут ничего страшного нет. Решать эту задачу должны горожане, формируя для этого органы местного самоуправления. В органы местного самоуправления бывают, соответственно, исполнительные и исполнительно-распорядительные и представительско-контрольные. Исполнительные распорядительные — это городская администрация с ее подразделениями, возможно, там, с районными администрациями, с отделами, с департаментами. В городе Екатеринбурге это больше полутора тысяч человек. И, соответственно, представительный орган местного управления, это городская дума, может быть городской совет, он где-то может называться и так далее, но это депутаты. Все очень логично. Население избирает своих представителей, чтобы они представляли его интересы, плюс контролировали деятельность администрации. Администрация, аппарат, который исполняет вот эти самые 28 полномочий, должен исполнять их хорошо. В структуре администрации есть какие-то подразделения, департаменты, каждый из которых за одну из этих 28 задач отвечает, а в структуре думы есть комиссии, которые следят за тем, как эти вещи исполняются. До сих пор еще все очень хорошо. Где начинаются косяки? Глобально их, пожалуй, два. Первый косяк заключается в том, что в той же самой европейской акте местного управления написано, что муниципалитеты должны иметь не только полномочия, муниципалитеты должны иметь и ресурсы для их осуществления. Ну, согласимся, что это не очень честно. Полномочия дать, вот вам школы, садики, больницы, спортивные площадки, искусственные сооружения, колодцы, общественный транспорт и всякая прочая фигня, а денег не дать. Вот этот пункт в России злостно нарушается. Бюджетная обеспеченность самого богатого из российских муниципалитетов за счет собственных доходов составляет 55%, а типичного российского муниципалитета 20-25% и нередки случаи, когда она 10% и меньше. В этой ситуации часто бывает так, что муниципалитет тратит больше денег, чем зарабатывает сам, то есть, когда собственных доходов не хватает даже на содержание собственной администрации. Происходит это не случайно, а из-за того, что так устроена бюджетная система. Бюджетная система очень четко регулирует, какие виды доходов остаются в муниципальной казне, а какие перераспределяются на региональный и федеральный уровень. Основным налогом, который зачисляется в муниципальный бюджет, является налог на доходы физических лиц. Мы все работаем, я надеюсь, платим 13% флэтрейд подоходного налога, и эти 13% делятся на два кусочка. До последнего времени эти кусочки составляли 30 и 70% соответственно. 30% в местный бюджет, 70% в региональный. По месту нахождения физического лица, нет, физического лица, в региональном месту нахождения работодателя. Отсюда войны между Московской и Московской областью за то, куда региональные налоги платить. Сейчас это сложнее устроено, чем 30 на 70, сейчас это 20, 20, 60% в местных, 60% в региональных, а еще 20% регионы решают. В Екатеринбурге это привело к тому, что стало не 30, а 27%. Потому что регион решил эти факультативные 20 делить таким образом. Вообще вот этот волюнтаризм, когда регион сам может решать, какую долю местных налогов оставить на местном уровне, он понятно, какую задачу он призван решать. Он призван решать задачу выравнивания бюджетной обеспеченности между населенными принятыми, между муниципальными образованиями. Но также понятно, что он его, конечно, не решает, а является дополнительным политическим инструментом для борьбы с неугодными мэрами и для решения каких-то частных задач региональной администрации. Происходит это потому, что даже вот этого 30% норматива сугубо недостаточно. А, ну еще сразу оговоримся, да, что уже тут понятно, насколько сильно отличаются от всех остальных городов России так называемые города Москва и Санкт-Петербург. Они-то являются субъектами, они получают и муниципальные, и региональные компоненты подоходного налога. Ну и, соответственно, бюджетная обеспеченность на душу населения сразу оказывается существенно больше. Это довольно грустная и несправедливая ситуация, хватит кормить Москву. Она, ну, заключается, наверное, в том, что там у регионального бюджета главные расходы в России, там, с ее расстоянием, это, например, транспортная сеть. Вот, то есть, там, одно дело в Екатеринбурге, сколько дорог, другое дело, сколько в Екатеринбургской области, это, там, тысячи, десятки тысяч кедров, которые надо ремонтировать, на которые этих денег хватает с трудом, с трудом. В Москве дорог все-таки как в городе, а денег она на них получает и как город, и как регион вместе взятый. То есть, есть очевидный дисбаланс. Ну, окей, так или иначе. Даже эта система, 30 на 70, абсолютно недостаточно. Налог на доходы физических лиц не является единственным источником формирования муниципального бюджета. Он для крупного российского города покрывает, составляет, наверное, 30, нет, 50% собственных доходов, даже, может быть, где-то и больше. И остальные вещи, это, в первую очередь, доходы от управления недвижимостью. У города есть муниципальное имущество, город может его сдавать в аренду, может продавать. Есть какая-то, реализуется, там, программа приватизации. Ну, надо понимать, что когда ты его продаешь, потом ты его не можешь сдавать в аренду. И потом у города есть какие-то земли, которые он может тоже сдавать в аренду. То есть, не только здания, и землю он тоже может продавать, и он может брать еще земельный налог. И так еще собирается тоже еще сколько-то миллиардов. А проблем с этим всем две штуки. Первая, этих денег мало. Вторая, здесь нет никакой вариативности вообще. Но почему плохо, когда денег мало, это понятно. И про это мы поговорим чуть позже в деталях. Сейчас небольшой спич на тему того, почему плохо отсутствует вариативность. Еще в году в 2003, ну, собственно говоря, до принятия нового бюджетного кодекса, который как раз, по-моему, в 2003 году вступил в силу в полном объеме, еще в 2002, получается, были местные налоги. Налог на рекламу, был налог на милицию местный. Их было штук шесть, наверное. И город был абсолютно свободен в их формировании. Вот какие я хочу, такие я ставлю. В том числе, это можно было использовать для поведения кода налогов в норму. Сейчас единственное, чем рулит городская дума в любом российском муниципалитете, это ставки земельного налога. Причем отменить его нельзя, менять эти ставки можно тоже только в достаточно нешироких пределах. Но это вообще единственный налоговый вопрос, который городская дума рассматривает в ходе своей работы. Никакие другие вопросы не рассматриваются. То есть таким образом влиять на пополнение бюджета город никак не может. Отсутствие вариативности приводит, опять же, к двум понятным плохим вещам. Первое, раз ты не можешь ни на что влиять, у тебя нет никаких механизмов обратной связи, у тебя нет никаких способов, собственно говоря, понять, как что ты работаешь или плохо. Ну то есть, что ты не делай, денег в бюджете будет примерно столько же. Это отсутствие обратной связи демотивирует и плохо. Но более тонко, отсутствие вариативности абсолютно препятствует возможности реализовывать какие-либо истории, связанные с конкуренцией. Вот если мы посмотрим на какую-нибудь там Германию, в которой есть там 16 федеральных земель, и поедем на какую-нибудь выставку, то мы увидим на каждой выставке какую-то айтишную стенд каждой федеральной земли, и одна кричит, у нас там низкие налоги на там предприятия, которые там занимаются там айти в такой-то сфере. А у нас в такой-то, а у нас в такой-то, а у нас там налоговые каникулы для таких-то, а у нас там кто-то и все-то. Это ситуация конкуренции. Что такое конкуренция, откуда она берется? Ну понятно, откуда. Каждая там, не обязательно земля, а город тоже так же примерно среди. Каждая земля или город смотрит, что у него хорошо, что у него плохо, проводит свод-анализ, да, грубо говоря. И думаю, так, окей, хорошо, у меня все фигово с экологией, зато у меня хороший университет, зато у меня хорошие аэропорты, и там отсюда, оттуда много рейсов туда-то, зато у меня плохо с этим. Короче, там развивать там, не знаю, логистический терминал у нас глупо, и зазывать сюда компаний, которые занимаются там, логистикой глупо, а там зазывать сюда компаний, которые занимаются там, не знаю, там, производством полиэтилена, не знаю, хорошо. Ну то есть вот, то есть понятно, что посмотрев на город, на то, как он исторически сложился, на его географию, на его там, ну, сильные, слабые стороны, что там работает, какие там люди живут, там, какую-то землю смотрят. Можно более или менее разумно определить, конечно, все равно это там на пальцах, но тем не менее можно более или менее разумно определить, что здесь надо развивать, что здесь не надо. Когда там Ирландия, Израиль или Финляндия придумали, что они хотят быть странами там успешно войти, безусловно, они ориентировались, это было взято не с потолка, то есть когда там начали реализовываться какие-то государственные программы поддержки, там, тех или иных отраслей, это все, ну, это все вполне осознанно специально придумалось, там, ориентировались какие-то цифры, там, понятные, или там, на обладение языками, или там, на количество людей с высшим образованием, что-то. То же самое может работать на уровне регионов и городов, но только если есть для этого инструменты. То есть у нас города разрабатывают стратегии развития, платят за это деньги консультантам по прайсу не меньшему, чем западные города. Но у них нет никаких инструментов для реализации этого программы развития. Город не может поиграть со ставками налогов, это главный инструмент. Город не может объявить налоговую каникулу для тех или иных предприятий, создать для себя маленькую офшорную зонку, так сказать, привлечь к себе, там, инвестировать в какую-то отрасль сам и так далее, и так далее. Для всех этих инструментов у российского муниципалитета нет, от слова совсем. Их нету в этих 28 полномочиях, и их нету в том перечне возможностей, которые надо располагать. О том, что отсутствие конкуренции в любой ситуации, вещь достаточно губительна, я думаю, в этом зале никому доказывать не надо. Даже если какой-то российский город хочет стать лучше других, у него для этого нет никаких инструментов. Теперь о том, почему плохо, то, что денег мало. Нет, в практическом смысле вы все это, конечно, прекрасно понимаете, но есть более глубокие последствия. Я много раз об этом вообще говорил, что построению политической вертикали власти в нашей стране безусловно предшествовало вполне осознанное построение экономической вертикали власти. Безусловно, сначала был изменен бюджетный кодекс, а потом уже была отменена выбранность губернаторов, и это не просто так совпадение с вами. Собственно, та система, при которой даже самый богатый и обеспеченный регион и город сидит на голодном пайке и не может полностью обеспечить свои собственные расходы, приводит к очень понятным, простым последствиям, в последствийном виде зависимости. Бюджет города Екатеринбурга, который в 2013 году составит примерно 30 миллиардов рублей, примерно на 40%, будет сформирован субвенциями, субсидиями из вышестоящих бюджетов. Мне очень нравится, как звучит субвенция, субсидия. Ну, красиво, я не знаю, чего это отличается. Короче, это деньги, которые сверху кто-то дает. Вот, субсидии типа на исполнение полномочий, субвенции на проекты или наоборот, неважно, окей. Так, Ленович, 18 у нас своих, а 12 нам сверху дядя даст или не даст, в зависимости от того, как мы будем себя вести. Это, в частности, объясняет тот известный феномен, что мэры городов, избранных от оппозиционных партий, в течение периода 3-6 месяцев окажутся либо в Единой России, либо в тюрьме. В Свердловской области, где народ своеобразный, есть еще вариант с проломленной головой в Канаве, 20 случаев. Но, значит, почему так происходит? Ну, понятно, вот, то есть человеку объясняют, что, чувак, значит, либо ты вступай в Единую Россию, а там, ну, там, я, кстати, не знаю, зачем ему это надо. На самом деле, там, с моей точки зрения, большая политическая ошибка, потому что, когда они включают в Единую Россию всех мэров, потом Единая Россия начинает огребать за их косяки и так далее, но, по крайней мере, там, факт остается фактом. Такая стратегия есть. Чуваку говорят, что ты в Единую Россию, или мы тебе обрежем вот те-те-те-те-те-те каналы финансирования. И тебя совершенно искренне возгнедовитят все твои люди, потому что тебе будет нечем уплатить зарплату. Надо понимать, что, вот, помимо 1500 муниципальных служащих, да, сотрудников администрации, есть еще около, в таком городе, как Екатеринбург, наверное, около 100 тысяч людей, там, бюджетников и членов их семей. Наверное, врачи, учителя, сотрудники всех этих самых муниципальных, бюджетных казенных автономных учреждений, люди, которые так или иначе получают зарплату из городского бюджета. Эти 30 миллиардов рублей бюджетных, это не то, что мы можем взять и потратить, как хотим. Из них не меньше трех четвертей, это абсолютно обязательные расходы, от которых никуда не деться. Главные расходы городского бюджета, это зарплата сотрудников всех этих школ больниц и сайтиков и коммуналка в них же. Коммуналка, да, 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 зарплата миллиардов 15, коммуналка миллиардов 5. Остается совсем чуть-чуть. Это большое хозяйство, которое дорого содержать. Спасибо. И перекрыть кран очень просто. То есть вот можно просто не давать, ну, там в известных пределах, но в целом можно просто решить и не давать этих самых субсидий, субсидий и уровень вполне искренней ненависти к недавно столь любимому кандидату, а теперь мэру, будет совершенно реальным. И что? В том тюрьма, возможно. Что еще? Тюрьма. А, ну, а тюрьма, возможно, когда человек начинает пытаться исправить эту ситуацию. Ну, то есть, ну, ему надо платить зарплату, ему нечем платить зарплату, он начинает там какие-то искать варианты, и это заканчивается, вот, собственно, когда плохо. Значит, в лучшем случае, в лучшем случае он доживает до следующих выборов, которые проигрываются с треской. Опять же, совершенно честно. Вот, и, в общем, конечно, там, с точки зрения, там, того, как органы власти нашей стране видят в себе свои политические задачи, это, наверное, можно думать, что это достаточно логическая ситуация. Но это, конечно, не так. Потому что вот эта централизация денег и последующих их распределения, когда, там, в благополучном Екатеринбурге 40%, а в типичном муниципалитете 60-70% денег уходит с территории, а потом приходят на нее сверху вниз. Эта ситуация, она проблематична, то не тем даже, что это такой очень удобный механизм политического давления на мэра. Она удобна, она противна другим. Это приводит, конечно, к страшной неэффективности расходования денег. Потому что деньги ходят целевым образом, они ходят с указаниями, как их потратить. И когда я рассказываю в качестве, там, вполне реального примера, что какая-нибудь программа ремонта дворов в Екатеринбурге согласовывается где-то в Москве в каком-то министерстве, и в Москве решается какой двор ремонтировать, какой двор не ремонтировать, это не шутка, это грустная, печальная реальность. Ну, потому что там все понимают, да и, опять же, бюджетная законодательство не позволяет. Нельзя просто так засылать муниципалитет деньги. Надо сказать, на что их потратить. Все эти субсидии, субсидии, они идут, конечно, целевым образом. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это нельзя сделать качественно. Это просто не менеджебл. Если бы там работали ангелы с чистыми помыслами и очень умные, они все равно не смогли бы решать эту задачу. Она просто не решаема местному сообществу. Потому и придумано в Европейской арте местного самоуправления, что местное сообщество должно иметь достаточно финансовых средств для того, чтобы решать свои задачи. Местное самоуправление – это про то, что люди собрались и решили, что этот двор ремонтируем, а этот двор не ремонтируем. И, ну, просто это невозможно из Москвы разглядеть, какой двор в Екатеринбурге не надо ремонтировать, какой нет. И ситуация, когда там в одном месте асфальт перекладывается 3 года подряд, а в другом месте не перекладывается 20 лет – это отголосок этой самой ситуации. И это никому не надо. В том числе органы власти, которые всю эту систему придумали и эксплуатируют, это тоже нафиг не надо, потому что они деньги-то тратятся, и как бы, в общем-то, вполне возможно, даже не воруются. Но любви народу не происходит, они бы рады их потратить так, чтобы избиратели видели, что все хорошо, и там везде ровные дворы чистые проходы, но не получается. Решение очевидно – начать картию выполнять, поработать над перераспределением финансовых потоков, благо это не так дорого. На самом деле, если посчитать в целом, сколько собирается налогов на уровне региона, я прикидывал, у меня получается, что реально в российском муниципалитете остается примерно 6% тех денег, которые генерируются на его территории. Еще раз смотрите, от налога на доходы физических лиц остается 30, сейчас меньше процентов. От налога на прибыль – ноль, от НДС – ноль. То есть там развивать какую-то промышленность, развивать сферу услуг, торговлю – нет вообще никакого смысла. У города нет никакого стимула, он не получает от этого ничего. Еще раз он получает 100% от земельного налога, 100% от сдачи имущества в аренду, там, это в том числе наружная реклама всякая, вот тут можно играть 30% от подоходного, и все. Акцизы, НДС, налог на прибыль, там, не говоришь про добычу полезных искомаемых, окей, она не на территории, как и друг друга происходит, но все-таки это все в местный бюджет не попадает. Соответственно, нет стимулов, соответственно, нет денег. И вот еще раз, если на круг все посчитать, так получается, что-то типа 5-6% денег, которые в крупном российском городе генерируются, в нем и остается. В восточноевропейских странах, про те страны, где неизвестно, этот показатель скорее ближе к 20-22%. И это все равно не трагедия, то есть там, да, безусловно, большая часть денег все равно уходит на региональный, на уровень и на уровень государственный, там надо больше задач решать, да, там построить там шоссе Чита-Хабаровск, безусловно, дороже и сложнее, чем построить там улицу в Чите или улицу Хабаровске. На это наверняка надо больше денег, как и на какие-то другие инфраструктурные проекты. Но все-таки между 6 и 20% месяц огромный, это огромная разница, это разница в 3 раза, и не случайно, что это как раз примерно столько, чтобы надо, чтобы, собственно говоря, выровнять бюджетную обеспеченность, примерно, в обычных российских муниципалитетах, которые как раз в среднем, где-то на 30-40% покрывают свои расходы собственными доходами. Но понятно, что этому препятствует, опять же, потеряется политический рычаг, и, ну, как будет, будет меньше денег для того, чтобы их, так сказать, централизованно обрабатывать. Значит, вот. Значит, первая большая проблема – нет денег и нет вариативности. Мы про нее поговорили, ну, и там понятно, как решать, да, то есть, если была политическая воля. Перенастроить бюджетную систему так, чтобы деньги были, и вернуть полномочия по местному налогу. Это запретит механизм конкуренции между территориями. Это и к регионам тоже относится. На региональном уровне, в налоговой системе есть кое-таки возможности для самостоятельного регулирования, но они тоже край. Вот. Теперь, значит, чтобы не создавалось превратное впечатление о том, что все упирается только в деньги, потому что не все упирается только в деньги, поговорим теперь о второй проблеме. Я ее тоже вначале упоминал. Вторая проблема заключается в том, что у нас один уровень местного самоправления в стране, и 131 закон, он один для всех. Самый большой муниципалитет в России это? Москва. Свердловск. Великазвание. Нижний. Новосибирск. Новосибирск. Самый большой муниципалитет в России в том, что Новосибирск, третий в стране город по населению, поскольку Москва и Питер муниципалитетом не являются. Дальше состоится на Екатеринбурге, Нижний Новгород, Самара. Вот. Это муниципалитет, в которых живет примерно по полтора миллиона человек. И, возможно, они находятся и среди крупнейших муниципалитетов в мире. Да, потому что мы знаем, да, даже там в Париже 20 этих арендисманов, в Праге в Будапеште по 20 кварталов, прямо как в Москве, да, с ее 100 с хвостиком муниципалитетами, в Лондоне, да, 56 муниципалитетов. Вот. Так вот, эти огромные муниципалитеты с полутора миллиона населения, как у некоторых европейских стран, управляются по тем же правилам, по тому же закону, как сельские поселения с населением 200 или 300 человек. Вот. И как муниципалитет с населением несколько тысяч человек, и как муниципалитет с населением 100 тысяч человек. Хотя объективно это разные сущностей, и реально у них разные задачи, и решать эти задачи надо, конечно, разно. Закон не предусматривает никакой вариативности, кроме буквально одной причисленности населения меньше 100 человек, можно не избирать думу сельского поселения, а решать вопрос на народном сходе. «А если больше 100 человек, то дума должна быть избрана». Фраза «Депутат сбил, женщины на пешеходном переходят» еще и потому так часто, что их много. Ну, то есть депутатов несколько сот тысяч человек. У нас муниципалитет в стороне тысяч, тысяч, сколько? Тысяч 20? Нет, больше. Ну, дохрена как же. И в каждом есть дума. Численность думы, кстати, тоже регулируется 131-м законом. И регулируется очень смешно. Минум 10 человек. То есть, вот если в сельском поселении 101 человек, там должна быть дума из 10 человек. А при численности населения от скольких-то тысяч, по-моему, от 5 тысяч. 15, от 20 тысяч, по-моему, 20, от 100, по-моему, Короче, это самая верхняя градация, от 500 тысяч человек, 35 депутатов. Как вы видите, законодатель, формируя 131-й закон, в целом понимал, что нормы представительств должны быть, так сказать, как-то выравниваться. То есть, вот это интересно, что эта концепция в голове была, что если больше муниципалитетов, нужно больше депутатов. Но, понятно, линия не сходится. В одном случае там такая очень-очень-очень слабая арифметическая прогрессия в колонке населения в этой табличке прогрессия геометрическая экспонент. Дальше, скорее. Вот, и к чему это приводит? Это приводит к известной проблеме. В маленьком муниципалитете речь идет о реальном представительстве депутатами, представительным органом населения. Я вполне себе хорошо представляю, как по 131-му закону живет такой типичный российский райцентр с населением в 20 тысячи, где в Думе 20 депутатов. Это, по-моему, нормально. Депутат представляет тысячу человек, 700 избирателей, тысячу избирателей, две тысячи избирателей. Это то количество, которое он, безусловно, может обойти ногами, с которым он может поговорить, которых он реально может представлять, с которыми он может поддерживать ту или иную обратную связь. Проблемы, которых он понимает, это представительство на уровне нескольких дворов, улицы, микрорайона, может быть, в конце маленького. игрорайона, да? Не более того. Но эта схема, конечно, перестает работать в муниципалитете с миллионами населения. В законе написано от 35 депутатов. На самом деле верхнюю планку очень мало где, эту нижнюю планку очень мало где превышает. В Новосибирске депутатов 48, и поэтому Екатеринбург второй по населению в стране является муниципалитетом с самыми большими избирательными округами в стране. На миллион четыреста тысяч жителей, на 35 муниципальных депутатов, 40 тысяч жителей, более 30 тысяч избирателей избирают одного депутата. Но, впрочем, даже это сейчас уже кажется чем-то хорошим, потому что с 2012 года, все хуже ровно в два раза. С 2012 года у нас в муниципалитете с населением не менее 20 тысяч человек, не менее половины городской думы должны избираться в партийном списке. Численность городских дум при этом нигде не выросла, поэтому теперь у нас будет один избиратель от, один депутат от 60 тысяч избирателей. Что больше, чем представительство в типичном американском штате? Что это на практике означает, наверное, очень легко себе представить. Это означает, что представительные органы никого не представляют. Глобальная проблема российской власти. Избирательная компания на 30, а тем более на 60 тысяч избирателей. Это уже не может быть вот такой grassroots, это уже не может быть какой-то активист, который ходит тук-тук-тук, я уже депутат, топ-топ-топ и так далее. Ну, это избирательная компания, на которой нужны миллионы рублей, на которой нужен штаб, агитационная сетка, все политтехнологии во всей красе. Это серьезная гонка бюджетов, это серьезная гонка медиаресурсов за ничто. Депутаты местного управления не получают зарплаты, не пользуются никакими дополнительными правами. В 2010 году нас отобрали право бесплатного проезда общественного транспорта, я так и не понял, почему. И это была последняя такая какая-то привилегия. санкции прокурора области. Ну, то есть, да, вот так напрямую нельзя, как будто сложно получить санкцию прокурора области. Вот. А, ну и с 2012 года отзывы депутата перестало быть возможным, потому что теперь половина депутатов по партийным спискам, у них нет своих округов, отозвать его нельзя, поскольку все должно быть в равных правах, то и тех тоже отозвать нельзя. отзыв, впрочем, и раньше был невозможен практически, теперь он не стал возможным, даже теоретически. Это напоминает байку, я в качестве какой-то а то я чувствую, что слишком серьезно рассказываю, была такая байка, что в одну из компаний по борьбе с привилегиями, которая обычно заканчивается увеличением количества привилегий, в думе какого-то типа, наверное, второго или третьего созыва в государственной думе, да, то есть там в середине 90-х годов депутаты сначала сильно ограничили себе зарплату, а потом там в порыве в параксизме любви к народу какой-то из депутатов вышел, предложил, давайте вообще не будем платить зарплату и давайте будем работать признать. И Сергей Адамач Ковалев, который был тогда депутатом в Госдуму возвысил свою робкий голову, сказал, простите, а на что я жить буду? И характерно было, что для остальных 40, 149 депутатов такой вопрос не стоял. Вот и тут так примерно тоже. То есть ситуация-то странная, да, депутаты местного собрания зарплаты не получают, полномочий никаких не имеют, а миллионы рублей на избирательную компанию потратить должны. И понятно, что в этой системе взаимоотношений заложен очевидный конфликт. Интересно. Кто покупает депутатские мандаты? Покупает не обязательно в плохом смысле этого слова, их нельзя, по крайней мере, пока это были одномандатные выборы, а не партсписки, их нельзя было просто прийти и купить. Надо вести компанию, но так или иначе надо потратить кучу денег, но две категории, в общем-то. То есть и городская, я думаю, любого крупного города. Я же с ним беру вот эти квалитеты 20-30 тысяч человек, где все-таки реальные есть ситуации, когда вот какие-то там уважаемые люди города, не знаю, врачи-учителя избраны своими соседями. Это правда так. В каком-то там городе 20-ти тысяч, такую ситуацию еще можно заставить. И вот они вечерком дышают, не знаю, где графика чистки, врачи-учителями. Вот. Ну, что там? Хорошо, общественный транспорт там нет. что еще? Вот. А вот в этом вот самом моем модельном миллионнике, ну, две категории. это это какой-то крупный бизнес, которому хочется некого такого. Или пропуска в большую политику, как начальные ступеньки. Или немножко потешить свое самолюбие. Ну, все-таки, ну, приятно, ну, можно какие-то деньги брать, ну, уважение какое-то. И когда-то была такая мотивация, что, типа, опять же, по земельному налогу что-то где-то подешать, там, какие-то там. Это сейчас уже ушло, поскольку вот эта вся история постоянно сокращается и вот таких каких-то полномочий гораздо меньше. Мои коллеги-бизнесмены такие крупные жалуются, что вот в этом созыве их мандаты очевидно не отбились. То есть они там потратили, нет, они потратили существенно больше на свои избирательные компании, чем смогли явных или неявных бонусов на монетизировать себя за весь срок депутатских полномочий. Грустная история. Ну, а как ты, еще раз, вот 30 миллиардный бюджет, вот из него 22 ты потратишь, так сказать, вот просто на какие-то совершенно необходимые вещи. А в отношении остальных, желающих очень много. То есть денег-то мало, их не хватает, конкуренция очень большая. То есть вопрос там в садике или дороге он стоит очень серьезно. Ну, да, два депутата городской думы у нас это лоббисты метро. То есть вот представители метростроя, им надо строить метро, им надо, чтобы из городского бюджета строительство метро дальше финансировалось. Вот для них главный вопрос, вторая ветка строилась, развивалась. Но это скорее исключение, чем правило. есть лоббисты скажем, у нефтяных компаний. Вот им надо, ну, это вот такой типичный городской вопрос вместе с согласованием мест под заправки. Вот как бы там тоже по привычке говорят, что это тоже уже не отбивается. Уже проще встречать напрямую с администрацией, чем через Думу. вообще я бы сказал, что скоро я думаю, что там по объявлениям из рук руки придется. Ну реально, непонятно, какой должен быть мотивационный профиль у человека, чтобы идти муниципальные депутаты в крупном городе. Если он не такой городской сумасшедший. и вторая категория, помимо бизнеса, которого там надо потешить свое самолюбие или подрешать какие-то вопросы или по старой памяти он помнит, как и дышал Кида Русс, это люди, которые являются частью структуры администрации. При этом это люди, как правило, легко и лекторабилны. Самая идеальная такая, конечно, врач-кардиолог. Бабушки пасают сердце и все. Там ты не тратишь ни копейки на его избирательную компанию. Совершенно не важно, абсолютно не важно, кто против него идет и какие бюджеты тратит. Фотография в халате с астетоскопом. И явка на муниципальные выборы 12-15%. Консингент исключительно кому за 70%. И все. Абсолютно. Это не шутки. Посмотрите на любую городскую думу любого крупного города. Там есть врач-кардиолог. А при этом он бюджетник. При этом он зависит от городской администрации. Есть На дебюджетник. И министр Абрам. Но вопрос в деньгах не то, что считают деньги. Черный нал дорого стоит. Иски какие-то, обыски. Кому надо. Если стоит вопрос провести зятя вице-мэра который тоже будет лояльным тоже будет отрабатывать ту повестку которая важна городской администрации. бюджетника врача или директора дома пионеров. Отлично. Ну просто на первую надо потратить 5 миллионов рублей на компанию в округе на 30 тысяч избирателей. А вторую 100 рублей. Ну лучше врача. Но так или иначе задачу формирования полностью лояльной городской думы администрации конечно решает. И решает просто за нефиг делать. Вот соответственно городская дума в крупном российском городе всегда под контролем администрации. Всегда состоит почти полностью из людей которые на самом деле находятся в состоянии перманентного конфликта интересов. Потому что они вообще-то должны быть контрольно представительным органом а реально выражают интересы исполнителя-распорядительного которые вообще-то они призваны контролировать. Представляя интересы. Вот на этот конфликт интересов всем плевать и городская администрация рулит в меру своего разумения опять же где-то хорошо где-то плохо но сам факт наличия такого конфликта интересов и полной подконтрольности городской думы местной администрации он присутствует. В крупных городах это так. В мелких это не так. В мелких вот там если посмотреть райцеркви Свердловской области то конфликт думы и городской администрации это типичнейшая ситуация. Потому что ну вот не нравится собрались там городская администрация приходит и говорит мы там хотим такую-то штуку делать. А там сидят эти заслуженные люди и говорят а мы не хотим. И привет вот помните была история где-то год назад с голодовки муниципальных депутатов в городе Ломоносово Ставропольского края. Вот это город с населением 20 тысячи там такая история возможна и более того там вполне возможно может закончиться победой депутатского корпуса. В крупном городе это невозможно. Я это не собираюсь. Вот ни голодовок ни протестов ничего. Вот просто это предопределено структурой. Это не написано явно побуквенно в 131 законе. Там нет такого параграфа. Городская дума является подразделением городской администрации что в будущем решение городской администрации. Но это следует из него практически непосредственно. Из того как устроен вот этот первый закон из того что он един для маленьких и больших муниципалитетов из-за того что он определяет что даже в самом крупном городе в городской думе может быть 35 депутатов. Вот что с этим можно делать совершенно понятно что. приближать представительный орган к тем кого он должен представлять. Собственно говоря далеко за примером ходить не надо первый совет народных депутатов в Фетербурге избранный на демократических принципах который действовал в 90-м и 93-м годах насчитывал 200 депутатов городских плюс 100 в каждом районе. то есть 900 депутатов было в городе. А не он ли там начал деньги печатать уральские франки. Ну опять же повышение способности региона значит какая-то собственно политика это да это про это. Он конечно был странный там было довольно много городских сумасшедших потому что реально когда у тебя в городе 900 депутатов то да там в том числе городские сумасшедшие попадают. но как коллега Кац не даст соврать правильный регламент и хорошо организованный кто-то позволяет коллегиальному органу эффективно работать. На самом деле ну то есть они там там полгода они там голосовали за то следует ли ставить на голосование вопрос о том следует ли предоставить минуту дополнительную для выступления для голосования по мотивам голосования конечно но через полгода это всем надоело они избрали президиум из 28 человек был президиум городского совета который решал какие-то принципиальные вопросы вот готовил их выносил на пленарки большие и все это работало вполне себе успешно и абсолютно неуправляемой городской администрацией поэтому в 99-м году и перестало работать вот то есть один простой совет абсолютно непроходной абсолютно нереальный как же еще дармоедов нафлотить да но мы-то помним что они зарплаты не получают но на самом деле конечно все равно публично выходить пропагандировать давайте резко увеличить количество городских депутатов это очень смешная идея конечно это не пройдет но на самом деле надо делать именно любому крупному российскому городу очень сильно поможет в плане управляемости самостоятельности представительности и какого-то реального развития а не какого-то вот инерционного сценария очень сильно поможет просто элементарно достаточно меры радикальное увеличение количества депутатов раз в десять на сколько человек хорошо на сколько человек избиратель ну вот по опыту моему собственному если бы у меня было в округе там не ну грубо говоря начиная с кого-то количества избирателей у тебя уже ну линейные пропорции возрастают затраты да то есть вот просто каждый новый избиратель это вот сколько-то рублей которые надо потратить к компанию а до какого-то уровня пока ты можешь там ногами все выходить но там идет нелинейное падение там понятно что на пятьсот человек избирательную компанию можно вести за ноль рублей да там на пять тысяч ну я думаю что почти за ноль то есть на самом деле вот я думаю что там пять тысяч избирателей на депутата это это абсолютно реальная штука естественно естественно при полностью одномандат думе конечно без всяких партийных списков это это я даже там вообще не готов сколько ты сидишь смотришь это вполне реальная история причем там эти же самые врачи и кардиологи и директора дворцов-пионеров но они себя ведут они себя вести будут по-другому то есть да они в каких-то моментах будут там представлять позицию администрации но опять же там с тридцатью депутатами можно договориться с двумя стами ну пойди договорись то что то что как сейчас администрация делает когда там какой-то важный вопрос какой-то там не знаю ну в этом созыве думаю так не было а вот в прошлом созыве думаю у них большинство было а двух третей не было вот поэтому когда было что-то там по двум третям там бюджет там устав что такое ну вот они ходили там надо было с тремя человеками договориться ну с тремя может договориться с тридцатью сложнее там с пятью дешев это становится слишком сложным сейчас погоди я я что-то еще хотел сказать но забыл сейчас я вспомню наверное забыл потому что ну и конечно да ну да первая мера тема звучала так которую я обещал пораскировать что нужно муниципалитету для счастья вот ответ в этом аспекте на мой взгляд звучит так существенное снижение норм 33 существенное увеличение количества депутатов и конечно двухуровневость безусловно то есть какие-то районные советы советы микрорайонов что-то такое если при этом эти органы будут обеспечены реальными полномочиями и финансовыми изюзами они как в Москве в своих так сказать абсолютно кастрированных в плане полномочий муниципалитетов то будет абсолютно живая модель европейского самоуправления и мы действительно в общем-то получим шансы многие наши города реально улучшить вот примерно так это было наверное очень базовое введение и там если тут есть читатели мои жжечки то все это так или иначе писал но давайте вопросов попробуем пойти глубже в какую-нибудь сторону в которую интересно пойти глубже вопросов вы считаете что текущей мэрии предположим оппозиционной даже при граммах управления имеющейся наличной недвижимостью и при прессинге с точки зрения федеральной власти невозможно выйти хотя бы вновь и бюджет ну и да и нет то есть там понятно где можно больше добывать то есть например по муниципальной аренде там конкретно в городе Екатеринбурге я не думаю что это такое ноу-хау наоборот я думаю что есть какие-то семинары для вице-мэров где их учат правильно ворвать но то есть круговая порука это важная часть так вот в Екатеринбурге эта схема работает я уверен что она работает и во многих других городах это когда муниципальная аренда сдается фирмом прокладкам где сидят свои люди по каким-то формальным очень ставкам по каким-то там оценкам БТИ а потом уже по рыночной цене сдается наружу и бюджет на этом по центральным районам города недополучают там в 3-4 раз вот и что Ярославль я не испытываю я может быть не прав я не очень хорошо знаю ситуацию в Ярославле но с моим колокольням как это выглядит там есть один единоросс пособился с другими и решил на этих выборах прикинуться не единоросс как я говорю такая нормальная история мне гораздо более симпатичен как пример Самара где молодой но внятный единоросс который явно драйвится желанием что-то для города сделать в том числе по крайней мере это более живой пример очень ясно спасибо тепло у меня вопрос почему ты не голосовал за меня на выборах предусматриваешься нет ладно почему другой в этой всей истории которую ты рассказал очевидно самое ну то есть хочется понять что делать и вроде очевидный ответ на вопрос что делать это прийти к власти все дело поменять во-первых согласен ты с этой делой во-вторых какие ты планируешь предпринимать собственно шаги для того чтобы прийти к власти и все дело поменять значит ну ну да то есть так вот если очень грубо то буквально есть пара мест в 131 законе которые можно переписать и там станет существенно лучше это правда то есть при наличии политической воли довольно быстро можно добиться довольно существенного улучшения это не и неудивительно это называется эффект низкой базы когда все очень хреново то надо сделать совсем немного чтобы прийти к взаимному улучшению снять там первые 80% сливок за 20% усилий да вот я так понимаю что в русский рейс звучит там а что можно сделать снизу там на что можно сделать чтобы прийти на рейс и что ты планируешь для этого делать и планируешь что-нибудь снизу что-то глобально смотри конкретно по городу Екатеринбургу я сначала отвечу потом вообще глобально отвечу вот конкретно в городе Екатеринбурге у нас в 2013 году в сентябре выборы должны были быть в марте но теперь будут к сожалению в сентябре к сожалению я вот на эти полгода никак не рассчитывал и там есть более или менее понимание что надо сделать там с какими-то сильными городскими общественниками и используя слабость позиции в мэрии политическую по многим вопросам чтобы получить уже там не одного двух депутатов в городской думе независимых а чтобы получить там депутатов 10 и имеется как серьезный центр силы и давления в том числе используя то что будут партсфиски а это значит что автоматически какое-то количество там более или менее оппозиционных людей в думе появится и в общем-то используя в том числе и выборы главы города я не хочу сильно углубляться в политические реалии в Екатеринбурге но по крайней мере сейчас урон покажет в сентябре но сейчас мне кажется что у меня есть более или менее понятный план как надо продизайн подготовку избирательной компании избирательную компанию чтобы при хорошем раскладе получить своего представляющего интересы городского сообщества председателя городской думы главу города и депутата в Одессе так сказать это будет уже достаточно сильный актор в местной политике который наверное сможет влиять сам ты там пойдешь нет ну как и обещалось есть задача создать кейс протарить дорожку поделить салпом чтобы дальше это все а к тому поддержу восторг и пойдешь и в дурак значит теперь вот на глобальном уровне с точки зрения перехода к власти я считаю что я делаю правильное дело и собираюсь продолжать вот это создавать по кусочкам института работающий институт вот история с выборами в координационном совете это была история создания с нуля в ходе не буду скромничать грамотного проектного управления создания какого-то работающего института да аэрзаца да там со многими совершенно очевидными недостатками но он уже есть его можно улучшать там понятно что с ним сделать да так сказать вот более или менее понятно какие еще такого рода так сказать там альтернативные параллельные институты можно создавать ну вот вот этим я планирую продолжить заниматься пожалуйста возвращается деньгам то что большая часть денег поезд сначала в федеральный центр потом возвращается обратно в виде субсидий городам я сам не верю что там есть какие-то особые путь или еще что-то но может быть это имеет право на жизнь вот в Голландии недавно был такой случай что в каком-то из муниципалитетов мусульманское большинство отказалось выделять деньги на елку в то время как потратили только что 10 тысяч евро на свой праздник поскольку Россия многонациональная страна может быть центру виднее что там в Казани нужно на мусульманских праздников в христианской городам например на елку или туда и туда там одетатого чтобы не было таких перекосов ну во-первых честно я не вижу большой трагедии в том что в муниципалитете где есть мусульманское большинство нет елки а есть какая-то другая хрень ну и ладно соответственно христиане которые там живут ну надо было видимо как-то там лоббировать договариваться или переселяться в другом муниципалитете что в Америке вполне там сложившись процесс так сказать дальше ну вот есть есть там много муниципалитетов совершенно моноэтнических в ту или в другую сторону ну что живут очевидно не очень мешает но в целом ну как ну вот еще раз вот такой системой очевидно даже если она идеальная прозрачная и честная у нее есть огромные транзакционные сдержки это просто тупо очень дорого собрать все наверх а потом распределить вниз так сказать и при этом обо всем как-то более-менее разумно подумать вот я хотела задать вопрос а как быть с миллионниками вот вы назвали цифру в 5000 человек на депутата это в Москве получится сколько значит тут еще раз я рассуждаю про 85% российского населения то есть что в Москве делать я не знаю кроме там передачи каких-то существенно больших полномочий существующих мультипалитетов просто насколько я понимаю вы довольно хорошо знакомы вообще с опытом управления городами вот еще раз вот в Париже где там на самом деле в самом Париже ну большой Париж 10 миллионов из них внутри ПКАДа 2,2 миллиона и ну бульвар периферик да так все альцо кольцо вот значит эти 7 миллионов которые 8 за пределом бульвар периферик это 87 разных муниципалитетов да Бен-Лю да и внутри тоже 20 муниципалитетов то есть там четко выдерживается муниципалитет 100 тысяч человек вот вообще четко ну в Москве та же фигня только полномочий там совсем другим известно да что там ну поскольку там внутри бульвара периферик то есть народ там более обеспеченный живет там дороже жилье а в предместрах соответственно плохо все с елками так скажем то там в ту эпоху когда французская коммунистическая партия в 70-х годах набирала 20% голосов 25% на федеральных выборах то ну соответственно это было неравномерно и в рабочих предместрах было больше и там был такой период когда на 87 этих парижских муниципалитетов приходилось 23 улицы Ленин ну то есть вот что по многих мэриях просто правили коммунисты ну ничего никто не умер опять же заметить то есть видимо 100 тысяч муниципалитетов видимо на практике проверили ну и финансирование соответственно должно быть перестроено на налоговложение скажите пожалуйста вот вы задрогнули темы насчет того как бы для решения большинства вопросов нужно такое тотальное увеличение числа депутатов но это не выйдет это не будет поддержано точка вот можно к этому моменту немножко вернуться то есть вне зависимости от того будет ли это инициатива снизу или это будет ли инициатива сверху да понятно что это не будет как бы поддержана эта идея массово что сделать чтобы это все-таки получилось кроме там централизованной пропаганды по-первыхому какие шаги увидеться чтобы это все-таки получилось депутат я думаю что это не лечится даже централизованной пропаганды вот не знаю ну то есть у меня нет то есть ну да то есть поскольку ну то есть поскольку есть большинство населения совершенно однозначный образ депутата дармагеда с мигалкой там и далее поскольку население конечно не отличает депутата местного самоправления от депутата регионального разок собрания и там депутат государственной думы и к тому же благодаря норме представительства которой я сейчас депутат городской думы действительно там дармагед с мигалкой ну он не с мигалкой не дармагед но это какой-то там страшно далекий однородный человек ну то есть я не очень понимаю как это все лечится он не знаю там участковых он сколько пропагандирует да и что-то я тоже не вижу каких-то особых результатов чтобы там уровень доверия к нему вырос и так далее то есть не знаю там прелесть плохой ситуации в том что когда ты находишь решение то результаты видны очень близко а проблема плохой ситуации в том что у меня есть решение покажите пожалуйста вы рисовали ситуацию представили один из вариантов решения или очень хороший как вы считаете ближайшие успехи при правлении до этого ну пандема возможно ли какие-то подвижки именно в вашем варианте на самом деле или же может быть после смены там как вы считаете в какой перспективе и будет ли вообще поддержано это сверху вот это продаж мы в 500 метрах от барабинских ворот непонятно что до сих пор не заготовлены комплекты винт и второй вопрос я с юга у нас вы отмечали в принципе на эффекте малой базы при наличии политической воли можно много решить но у нас до сих пор еще хорошо стреляют у нас тоже ничего вот у вас тоже ничего так не боитесь ли ну не именно вы а вообще в кругах до сих пор есть отношения опасности к этому спасибо ну окей это первый вопрос так сказать не надо там ну то есть очевидно что то что я говорю это не там какое-то откровение да очевидно что все эти проблемы хорошо понимаются в том числе властью еще раз я пытался власть это осознает как проблема то есть им хотелось бы асфальтировать те дворы которые надо потому что это не стоит ничего дополнительного и при этом так сказать там повышает уровень поддержки да если уж там деньги на асфальтирование десяти дворов все равно выделены пусть это будут те дворы которые надо но проблема в том что механизмов нет и проблема вот я сказал вот есть этот очевидный трейд-офф да что ты если как бы больше полномочий отдаешь муниципалитеты и больше денег они начинают лучше работать но у тебя исчезают механизмы политического контроля они понимают эту проблему но в рамках своего инструмента очевидно что они не могут ее решить все это метание избрание половины депутатов городских дум по партийным спискам это в эту сторону на самом деле то есть они пытаются сделать партии повязать круговой порукой ответственностью муниципальный фильтр из той же стойки создать механизмы согласования создать механизмы которые стимулировали бы политические элиты регионы города партийную систему как-то взаимодействовать согласовывать распределять и так далее но там же в одном месте добавишь в другом убавится зато округа еще в два раза больше что там понятным последствиям я в таких категориях не думал все-таки местное самоуправление это относительно вегетарианская тема пока хотя никогда не знаешь конечно не знаю на югах тоже начальников МВД убивают региональных представителей федеральных ведомств муниципальных депутатов может просто их так много еще про это особенно принято считать многие говорят что проблема коррупции это самая главная причина всех бед ну и вообще многие считают что там не получается дорога или там асфальтируется асфальт во дворах в основном из-за большой коррупции вот как по-твоему влияние коррупции по сравнению с глупостью и плохой системой влияет влияние коррупции является существенным но коррупция является конечно следствием то есть вот опять же та политическая система местного управления которая определена там 131 законом и бюджетным кодексом она приводит к тому что одна и та же команда городской власти может без проблем удерживаться у власти так долго какие будет угол то есть вообще без проблем да потому что она может формировать там полностью подконтрольную думу и вообще все может а это в свою очередь приводит очевидно к коррупции они так сказать там зачем-то держатся у власти сколько угодно долго то есть там в городе Екатинбурге там управленческая команда униципалитета не меняется там в течение последних 22 лет и это не исключение скорее пролехло вот это естественно приводит к коррупции это естественно приводит к непотизму понятно что там волей-неволей там издетики-оплемянники там вецемеров по строительству начинают заниматься строительством ну и так далее то есть это как бы часть системы нельзя сказать что это главная причина всех бед и из-за нее все получается что в головах у людей четко на мой взгляд вот это так сложилось что вот все у нас воруют поэтому у нас плохо там все более сложно там не граф то есть это не дерево а сложный граф то есть там коррупция является следствием многих проблем является причиной многих проблем то есть она является следствием того что городская администрация не сменяема при этом городская администрация не сменяема потому что она не хочет меняться потому что есть прекрасные коррупционные возможности которые заставляют все дальше на месте и так далее ну то есть это мне вот сложно как-то сказать какая-то проблема будет явиться Коррупция, безусловно, очень важна, потому что за несколько лет команда хорошая, профессиональная, русская администрация может выстроить систему так, чтобы получать со всего. Безусловно, это наносит серьезный ущерб экономике у города. При этом, конечно, совершенно очевидно, что есть два типа, то есть модель как бы правовладельцев и модель оккупантов. То есть одни воруют с прибылью, другие с оборотом, так сказать. Тем городам, где воруют с прибылью, повезло больше, чем тем, где воруют с оборотом. Но в целом воруют, конечно, во всех крупных муниципалитетах довольно много. Здравствуйте. Вы предлагаете в качестве одного из таких простых решений, это передать на муниципальный уровень, возможность сведения налогов и так далее. Ну, вот лично у меня складывается впечатление, что все небольшие муниципалитеты, это кущевка разной степени тяжести. И, соответственно, давать условным цапкам еще возможность и вводить налоги, каким вздумается и облагает жителей. Типа, очевидно, что лучше вводить налоги, чем убивать и отбирать. Опять же, то есть там ввели налоги, как в Семи-Сити, грубо говоря, то есть там ввели налоги, значит, там много налогов, жители оттуда свалили, то есть этим там еще что-то. То есть, во-первых, кущевка, это как раз другой пример, да? Кущевка, там 60 тысяч населения, это маленький муниципалитет, там как раз местные авторитеты, ну там просто авторитеты, в смысле врачи-учителя, в смысле авторитеты, да, так сказать, там решают вопросы на местном уровне. Это как раз абсолютно не такой случай, как в больших муниципалитетах. Я как раз говорил о том, что там одна из больших проблем, что 131 закон одинаковый для Кущевки или для Екатеринбурга. И, ну вообще, ну вообще ничего не вижу плохого местного налога, как вообще любых легальных способов. Как раз мне было бы очень интересно посмотреть, что было бы, если бы у нас там в каком-нибудь городе был бы там игорный бизнес, каком-нибудь там марихуано, каком-нибудь проституция, так сказать, все налогоблагаемое. Как, к чему бы это привело, к каким развесовкам, как бы менялись бы отношения, как там какие-то, так сказать. Ну, это интересно, это бы развивалось, ну, как-то интересно. Там было бы понятно, было бы гораздо больше решений, понятно. Потому что из нынешней очень плоской, очень серой ситуации, когда все очень сильно уравнены, на самом деле не очень понятно, куда двигаться. Надо же пробовать. У нас так много муниципалитетов, можно там экспериментировать с разными моделями и так далее. Здравствуйте, Леонид. Хотел бы вас спросить о том, что вы думаете вообще по принципу всеобщего избирательного права. Это немножко такой глобальный вопрос. Считаете ли вы, что в принципе всеобщего избирательного права такая некая священная корова, которую нельзя пока трогать? Или все-таки ее можно как-то что-то с ней сделать? Ну, я много раз публично рассказывался на тему того, что я считаю в принципе всеобщего избирательного права неправильным. А я не буду сейчас в детальных эту тему развивать, потому что, на мой взгляд, она не относится непосредственно к обсуждению. Ну, всеобщее избирательное право – это такая гуманистическая идея 20 века, очень свежая, ей 60-70 лет, которая возникла из-за того, что лучше не умеет. Нет никаких очевидных причин отказываться от избирательного права тем, тем, тем и тем. Поэтому, чтобы не совершить ошибку второго рода, чтобы не отобрать, не дай бог, у тех, кого надо, дадим всем тем, кому не надо. Наделаем много-много ошибок первого рода. Есть надежда, что появятся какие-то более здравые модели. Я много раз рассказывал, какая действовала система избирательного права в Екатеринбургской городской думе 130 лет тому назад, во второй половине 19 века. На мой взгляд, она ничем не хуже, чем всеобщее избирательное право. В городе Екатеринбурге тогда было 40 тысяч жителей, в городской думе было 60 депутатов. Один депутат представлял 850 жителей. Городские депутаты при этом избирались по трем куриям, по 20 от каждой курии. И деление на курии было очень простым. Это не были какие-то сословия, не то что от купцов, от крестьян, от ремесленников. Жители в Экселю, тогда не было Экселя, как-то упорядочились по объему налогов, уплаченных в городской бюджет за предыдущий год. И те, кто уплатил первую треть налогов. Один чувак уплатил 10% всех налогов, другой 5%, третий 3% и так далее. Пока не дошли до нарастающего итога до 33%. Вот эти чуваки избирали первые 20 депутатов. Их самих возможно было меньше, чем 20. Их самих возможно было 5 человек, но они избирали 20 депутатов. Вторая третья избирала 20 депутатов, третья третья избирала 20 депутатов. Электоральная инженерия задает очень сильно то, как пройдут выборы. Очень во многом определяет. И то, каким будут органы избранные, какие там будут развесовки, балансы интересов, какие там будут коалиции и так далее. Этим во многом задается. Понятно, что тут была озадана развесовка в пользу крупного бизнеса. Очень сильно. Он имел третье место. Наверное, это слишком много, очевидно. Но сказать, что эта вот система там хуже или лучше, там всеобщего избирательного права, ну не очень сложно там. Вот. Тогда она свои задачи, очевидно, решала. Избирательное право было всеобщим. В 70-м раз. Здравствуйте. Можно перейти дискуссию вот к демократии, к облачной демократии? Вопрос, так же, был голосование ПКС, да? И там была хорошая система один избиратель, один голос. Сейчас это прошло более-менее, хотя бы там самонавчиками были проблемы. Ну, фактически голоса там тот купит, в образе, скажем, да? Вот каким образом вы собираетесь решать данную проблему, да? Я вот еще немножко к Эстонии вернусь, там проблема очень просто решается. Там антикарточка, при помощи которой голосование происходит, она очень весомая. Там что-то квартиру по ней можно продать, и, конечно, человек голос так просто никому не отдаст. А пока вот такой же весомой штуковины не будет, как антикарточка, да, в России, куда-то двигаться сложно. Есть что-то идея, как-то техническую проблему? Во-первых, вы задаете вопросы и тут же излагаете на него ответ. Я с вами согласен. Во-вторых, в Эстонии есть еще очень хорошая штука, которую мы не успели реализовать от подкупа и давления избирателей. Там ты можешь переголосовать сколько раз угодно. Считается только последний голос. То есть, если тебя работодатель загнал, там, посадил перед компьютером и сказал там проголосовать так-то, там, сфотографировать, там, ему прислать и так далее, ты можешь это сделать, но потом ты можешь проголосовать. Вот. Ну, да, 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 да. То есть, да, там, стоимость голоса должна, там, возрастать. Гражданин, там, ну, вы правильно все говорите. Гражданин должен чувствовать его, там, весомость. И это не должна быть такая простая идея, там, отдать свой голос кому-то, проголосовать по указке. Ну, это примерно так и лечится. Да. Все? Завершать, наверное, будем? Сейчас. Ну, еще один. Еще вопрос по поводу распределения денег. Вот, насколько я понимаю, в Москве, например, благоустройством фактически занимается управа. То есть, в каждом районе есть своя глава, которая есть свои деньги и которая по своему воле. То есть, половина района в Москве, никто где-то там в футболе не указывает, какие улицы она асфальтирует. Тем не менее, по факту, вот, я жму у меня в районе, одни и одни те же улицы асфальтируют каждый год. И в идеальном состоянии их, тем не менее, асфальтируют. Соседние пироги с разбитыми дорогами никому не нужны. Ну, это просто вечеринка левикация. Я с этим сталкивался, вот, только что нам приносили бюджет и благоустройство, где там 40% бюджета уходило как раз на замену асфальта, как раз в тех самых дворах, которые… Это связано с тем, что в управе сидят люди, которым совершенно все равно чего поменять. У них единственный KPI — это освоить бюджет. Вот им пришел бюджет, им вот в управе совершенно все равно. Мэру, ему важно, чтобы жители были довольны, он поэтому спускает все больше и больше бюджетного благоустройства. Например, в прошлом году дополнительные целые большие бюджеты благоустройства приехали. Но вот конечным исполнителям они низкооплачиваемые, совершенно тупые, вообще никак с ней ничего не соображают. Поэтому вот работают строго в соответствии с поставленными для них задачами. А у них задача одна — освоить бюджет. У них в конце года спрашивают, на какой процент освоения бюджета? 30% — плохо, что такое, почему так мало освоено? 70% — возможно. А 80% — совсем хорошее. А перекинуть на другую статью они не могут? Здорово на что-нибудь. Другую статью они не могут и даже внутри этой статьи они особо выбирают. То есть вот они нам принесли благоустройство дворов, и я спрашиваю, почему именно эти дворы, а не другие? Ну как почему? Ну вот смотри, вот здесь же похожий асфальт. Да нет, хороший. Ну не идеальный — не идеальный. Ну а что тогда? Ну как бы, а вот там вот он в 25 раз там хуже — ну да. Ну принесите ваши конкретные предложения — ну внесем. И действительно приносишь — вносят, и я принес — внесли. Но в 124 других муниципалитетах никто не принес. Ну или там в 121, да, еще в трех есть независимые депутаты, которые этим узаботились, которые интересуются благоустройства. Нам же еще миллион денег. А кто не принес, то вот там, чтобы поварить, что-то в кабинете взяли, первый попавшийся там. С прошлого года. И все, да. Поэтому это связано с тем, что вот такая вот система. Можно прокомментировать вот это? То есть если брать, ну вот наш район — Коломники, то ну это, наверное, и в других районах в Москве. Также, то есть, например, управа она не занимается всей территорией. То есть, например, есть брать, Коломники, там, Комсомольский проспект, Фрунзские улицы. Они находятся в виде городских там структур. И что там происходит, управа вообще не заботят и этим и не занимают. — Ладно, в общем, на этом, наверное, завершим. Спасибо Леониду. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.